очень интересную организацию обнаружили журналисты и начали свое расследование там сайта и обнаружено в открытом доступе был и учение обвоз будут в татарстане в казани и там представьте себе да это сама вот в этой организации биться вице-премьером до президентом то есть возглавляет глава якутии айсен николаев да и составе всемирного совета еще мэр григорьев евгений николаевич такой вот ссылка будет на сайт посмотрите решение еще здесь вышло от 24 июня 2021 года новых членов евразийского отделения приняли горный улуз они решили приняли горный улуз оленевский улуз сунтарский улуз якутии и у солдатский и хангалаский улуз а вот час есть вопрос такой к жителям вы знаете об этом или нет вот напишите и обязательно рассылку сделать это видео и узнайте знают они или нет и для чего это все делается вот послушайте журналисты сейчас вот то что они сейчас обнаружили обнародовали а то что там сейчас в общих чертах расскажу вас очень многих удивит это результат наших совместных расследований очень оперативных начала которым положила лена потому что лена неожиданно наткнулась в открытом доступе на упоминание об организации который честно говоря никто из нас наверное до этого не слышала представлять она легально работает она работает с действом числе с 2000 официально четвертого года а мы про нее ничего не знаем как такое может быть мы когда говорим о международном сотрудничестве международным праве прежде всего что мы имеем ввиду какие платформы как сейчас выгодно говорить какие площадки он да прежде всего то есть это некая всемирная до организации где все государства решают общие частные проблемы мы так привыкли да мы даже не догадываемся что параллельно с оон могут существовать какие-то иные не менее как говорится древние организации потому что та организация которой я сейчас скажу но ее руководители ведут начало к 1913 года относя так сказать вот прообраз тот который мы сегодня имеем туда сто лет назад с лишним так вот эти организации они фактически как бы идут параллельно не пересекаясь на самом деле решают те проблемы которые не может организационно решить войдя в дверь но дверь и могут закрыть тогда мы идем в окно вот примерно так это можно так сказать и характеризовать о чем идет речь всемирная организация союз городов и локальных правительств в английском варианте юсел джи или по-русски о г м в объединенные города и местные власти вы знаете кто играет главную скрипку одну из главных скрипок в этой организации угадайте казань может быть действительно все очень не случайно и казани это тот город мимо которого проехать не могли и только в казани нигде иначе представляете да то есть у них в этой организации так вот на всякий случай хочу показать вам кто туда входят туда входит практически более ста 130 стран через представительство кого через мэров через руководителей так сказать городских структур представляете с 2004 года туда практически без стран прибалтики на сегодняшний день вошли все республики бывшего ссср включая плюс еще к нам присоединили монголию в этой организации секторальная система управления нам но при этом это очень стройная организация она имеет свою конституцию представьте себе значит целый сектор евразия куда входят все так сказать наши бывшие республики союзные включая россию они все говорят на русском языке но русский язык не является языком международного общения в отличие от оон это исключено значит соответственно конституция существует но попробуйте найти на русском языке за этим мы искали мы не нашли почему это делается вроде бы открытое да вроде бы малые города вроде бы местные власти в чем дело как в чем да не надо чтобы туда лишние глаза залезали понимаете это я понимаю что это шок у нас тоже был шок так вот значит при этом очень стройная такая так сказать структурка она помимо всего прочего включает в себя опять же секторально практически все материки то есть уже создана и работает та организация которая подменяет собой он может быть она для этого и предусмотрена ну туда входит мэр городов латинской америки канады там сказать ну даже перечислять уже не хочу норвегии швеции и так далее то есть что же такое как они сами себя определяют объединенные города и местные власти международные организации объединяющие города местные региональные органы власти и муниципальные ассоциации по всему миру прошу обратить внимание какое большое внимание уделяется муниципалам чья повседневная деятельность включает проведение совещаний мэров и других местных региональных лидеров то есть работа идет четко направлено на данный контингент именно они находятся в центре внимания их заранее естественно на таких саммита готовит и получают что получают готов как это любят некоторые говорить эмиссаров да то есть это люди проводники данной международной организации значит момента основания 2004 году головной офис я буду сокращенно иногда называть о гмв находится в барселоне там находится всемирный секретариат казань является основным городом это как будем так говорить региональная столица региона под названием евразия и руководство именно татарстана практически входит в руководство этой международной всемирный как они себя называют организации это традиционно тянется с начала двухтысячных годов значит данная организация они сами об этом пишут берет свое начало в 1913 году когда на международном конгрессе по искусству строительства городов и организации общественной жизни в генте бельгия основали международный союз городов то есть они намекают на то что у них очень серьезные длительные традиции опять же для повышения своей значимости да настоящее время там генеральным секретарем является мили сайс значит внимание какие там среди прочих групп имеются проекты глобальная рабочая группа местных и региальных и региональных властей вы ничего здесь некого выпадания не ощущаете для себя и так местные и региональные стесняюсь спросить где государственные где они их нет и в этом смысле мне кажется что вот у ольга николаевна четверяковой в пятнадцатом году вышла книга я позволю себе процитировать некоторые моменты значит книга о том в книге упоминается о хартии о региональном самоуправлении которое принято было это документ такой да приняты в 97 году внимание в качестве рекомендации номер 34 комитетом местных и региональных властей совета европы она значительно повышала политическую роль регионов минуя внимание государственный уровень устанавливать прямые связи с европейскими инстанциями брюсселя и проводить жизнь самостоятельную политику заметим брюссель сегодня входит в эту ассоциацию всемирного на малых городов в сектор европа из-за несогласия стран столь существенно менять отношения властных полномочий между регионами и государством это хартия тогда подписано не было и в силу не вступила и так это 97 год а теперь смотрите всемирные организации объединенные города и местные органы власти в свете взятого в стране курса вы видите да отдельными мэрами представителями на агломерации то есть на так сказать территорию город жизнь да где селу места не остается а город всасывает в себя постепенно все близлежащие территории немытьем так катанием они долго действительно подбираются к этой теме и постепенно у нас на глазах вот сейчас мы с вами свидетели того легализуются это паутина вокруг стран всего мира которая поэтапно перетягивает на себя политическое управление планетой люди уже давно подготовлены угадайте кто от москвы входит в эту организацию руководитель мосгордумы шапошников как вам и так по многим очень городам знаете я посмотрела информацию около 40 городов сегодня и республик российских они уже там скажите пожалуйста если у этой организации есть единая конституция да которую мы не знаем то есть некий единый устав вот те руководители омска например до нижнего новгорода арзамаса арзамас кстати один из первых в чем-то в 2004 году уже там оказался один из первых вместе с казанию что такое что за маслом намазано это было специально для арзамаса понимаете то есть на сегодняшний день около 40 руководителей городов дум городских там то эти члены находятся в этой организации представляете а мы знать не знаем вы знаете очень интересный документ с моей точки зрения это я посмотрела на русском языке кстати вы действительно можно примете что лишний раз доказывает что все наши предположения о том что казань не просто так и что это реализация это пробник глобального проекта проникновения сюда помимо государственной границы является вот такой документ и показываю каждый может посмотреть значит называется деколог об эпохе после к вида 19 вы представляете они уже таскать заранее к этому подготовились везде идет упоминание исключительно о местных и региональных властях нигде а федеральных нигде а государстве значит для поддержания только вам цитаты даю потому что эти цитаты они для каждого из вас многое скажут для поддержания санитарных мер обеспечивая при этом защиту должностных лиц на местном уровне ответственность за реализацию данных мер вот что у них одна из задач представляете то есть защита своих членов этой организации в условиях уже принятых они уже прямо здесь цитату вначале дают что внедряют мозги что возврата к старому не будет не будет ни при каких обстоятельствах тут же упоминают такие термины как новая нормальность понятно да так сказать какие структуры представляет данная организация наши города населенные пункты и территории никогда не будут прежними после текущего кризиса они это уже определили значит внимание какие задачи они себя ставят и собираются реализовать на местном региональном уровне условиях этого кризиса как они объяснили сокращение цифрового разрыва особенно внимание в области детского образования и содействие удаленной работе они как факт уже приняли для себя что нас ожидает удаленка нас ожидает самоизоляция и нас ожидает детское дистанционное образование них это все прописано открытым текстом далее международный муниципальный территориальный фонд реагирования может открыть доступ к средствам как во время чрезвычайного положения так и в ходе этапа восстановления то есть они уже сейчас формируют возможности выхода напрямую с муниципалитета с региона на международное выстраивание взаимоотношений минуя государства четко заложено обеспечение более широкого применения дистанционной работы поможет сократить выбросы мы слышали про это да про экосистемы про то как человек в принципе очень вреден для природы до его надо бы почистить и сократить цифровые права употребляется то есть права человека переходит в цифровые права виртуальные новое гражданство и свободы для обновленной демократии все заложено здесь в документы значит мы считаем что то что происходит в казани сегодня имеет непосредственное отношение к этой организации просто хотя бы потому что мы прекрасно понимаем что действительно с девяносто седьмого года зайти не смогли и сейчас ребята пытаются таким вот именно способом войти сюда минуя государственные структуры и возможно даже пробует как это будет если миновать или привлечь к этому силовые структуры вот что происходит на сегодняшний день еще мне заинтересовал один документ с моей точки зрения тоже довольно интересные это то что буквально несколько несколько дней назад в конце сентября двое наших известных законотворцев под названием клишес и крышенинников и прекрасно знаете да какие документы выходят из-под их совместного пера они направили законопроект в госдуму который с их точки зрения направлен на совершенствование организации публичной власти в субъектах рф по мнению крышенинников прежний закон о принципах организации законодательных исполнительных органов гос власти утратит силу законопроектом развиваются положение о единой системе публичной власти на уровне внимания российских регионов продолжает выстраиваться модель единой системы публичной власти на территории каждого региона как вы понимаете последнюю фразу то что в каждом отдельном регионе выстраивается автономный выход на теперь далее что такое эта организация значит сам один из руководителей казани он сам заявил в общем то и я сейчас его процитирую что это является фактом с его точки зрения что вот эта организация да давайте я буду просто цитировать чтобы не было двое чтение значит мэр казани президент сектора евразии ильсур метшин что заявил о г м в была признана ключевым партнером оон по вопросам касающимся местных органов власти и именно по инициативе о г м в цель устойчивого развития автономных городов была включена в список целей устойчивого развития на период до 2030 года данная организация является единственной организацией в мире которая признает евразийский геополитический регион и секция евразии с самого начала активно работала в направлении евразийской интеграции членство внимание в данной организации у г м в дает возможность получить доступ к международному опыту и присоединиться к мировому сообществу городов а также предоставить собственный социокультурный и промышленный потенциал с 2004 года приобретя мировой опыт секции евразия сегодня является ключевым фактором развития публичной дипломатии в евразийском регионе у нас большие планы конец цитаты ну так сказать я думаю тут уже и так все понятно да я не случайно эти цитаты вам давала потому что мне кажется что это маркер коллеги когда такие фразы звучат в официальных документах то это говорит о принадлежности данной структуры значит у нас вот сомнений как то уже практически не до относительно казани возникает вопрос вот если в эту ассоциацию всемирную организацию до входит до 40 российских регионов а как должны и как поведут себя руководители этих регионов а если в ключевом городе будем так говорить в секторальной столице да в казани вот это проходит что мы можем ожидать в ближайшем будущем вот в тех городах и в тех муниципальных организациях которые сюда входят членами вы думали об этом да с нашей точки зрения это действительно может быть первой такой ласточкой по передаче опыта и по реализации всего этого возникает вопрос что делать да все говорят что делать с моей точки зрения я представляю профсоюз объединяться и самоорганизовываться на местах опыт казани сейчас нам тоже в этом смысле должен быть полезным опытом потому что действительно до население как-то объединяется и возможно этого будет хотя бы возможно для того чтобы притормозить ситуацию а